26 педагогов со всего региона начали свою борьбу за звание «Учитель года». Первый этап конкурса, где отсеется больше половины, состоит из нескольких испытаний. В первом раунде учителя рассказывали о себе и своем кредо. Также им необходимо провести урок и разговор со школьниками. Новым испытанием станет педагогический диктант. Новое испытание в этом году, мы ориентировались на федеральный этап, это педагогический диктант. Это не совсем диктант в прямом смысле этого слова. Это эссе, скорее рассуждение участника на конкретный текст педагога. Вот в этом году был по тексту Корнея Чуковского о навыках маленьких детей обучаться и ассоциативно запоминать информацию. То есть педагоги, прослушав текст, проанализировав, писали рассуждения, используя свои практики, свои наработки, приводя примеры своего личного педагогического опыта. Первый этап показывает, насколько профессионален участник. Оценивается подача, подход, дипломатичность и умение общаться с детьми. Во второй тур перейдут только 10 конкурсантов. Олеся Шарапова преподает уроки технологии у девочек уже 13 лет. В качестве разговора с детьми ей выпала тема справедливости. На классном часе Олеся Ринатовна предложила ребятам просуждать, что такое справедливость, нужна ли она и почему добрые люди не всегда поступают правильно. У нас были ситуации, которые мы разбирали с ребятами. Они зачитывали ситуацию. В каждой группе была своя ситуация. Мы проявили себя как на улице, как в школе, так и дома. В каждой ситуации они рассказали, как бы они себя повели, как должен повести себя справедливый человек. Во втором туре педагоги проведут мастер-класс, расскажут о своих методиках и ноу-хау, а также ответят на вопросы в формате пресс-конференции. Третий тур перейдут пятеро финалистов. Конкурсанты должны провести публичную лекцию на тему, которую считают важной. Все этапы будут оценивать высококвалифицированные жюри. Традиционно у нас жюри делится на большое и предметное. Предметное жюри – это представители педагогического университета, представители методического сообщества в Ульяновской области. А большое жюри – это люди, которые имеют большой опыт не только в судействе, но и в области педагогики. В том числе и проректора высших учебных заведений, заслуженные учителя Российской Федерации. В этом году конкурс заметно помолодел. Средний возраст участников – 26 лет. Увеличил среди конкурсантов и количество мужчин. Больше всего на областном этапе оказалось физиков и химиков.